Как всегда во вторник у нас в гостях Дмитрий Борисович Козенко, главный редактор газеты «Недели в Саратове». Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, газету немножечко... ...зрители. Договаривайтесь. Газету пока немножечко отложим в сторону, вернемся к ней обязательно. Бывшему губернатору, первому, как он там, народно избранный, да? Первый все народно избранный, да. 65 лет вчера исполнилось. Дмитрию Аяскому. Да, поздравил. Так, собственно, вот когда вы слышите Дмитрия Аяцков, что вам приходит в голову сразу? Ну, я просто объяснил, вы работали с ним довольно длительное время. Да, и тут, в общем-то, нужно говорить, и это говорят, говорю не только я, а и открытие о том, что, в общем-то, в ДФ, в начале карьеры и ДФ под ее конец, это не то чтобы два разных человека, но большая разница имеется. Ну, это, в общем-то, можно наблюдать и на нынешних руководителях страны, да? Первый, сорок, третий, сорок, восемнадцатый, сорок, разные люди. Вот, но, несмотря на те изменения, а изменения произошли с ними, я считаю, не в лучшую сторону, я вот смотрю на нынешнюю власть нашу областную и понимаю, что единственный живой человек у власти, да, у руля власти был именно Дмитрий Федорович. Ну, в общем-то, да, его называют именно настоящим публичным политиком. Во-первых, публичный политик, да, оригинальный достаточный человек, очень любознательный, вот в какую черту бы я выделил, ему все было интересно. Да, это вот доходило иногда до анекдотов, когда он прилетел из Японии и тут же журналистам сообщают, что на Казачьем острове будет строиться аэропорт. Ну, все немножко, так сказать, удивились, вот, откуда идея, вот он был в Японии, он видел там города и инфраструктуру на насыпных островах. Ну, насыпать острова уже было некогда, все, идея понравилась, все мы строим на острове. Потом еще тогда у него любовь Константина Слизко была замом на ту пору, он говорит, кто, откуда вы взяли эту информацию, что вы понаписали, какой-то ерунда. И тут же раз, три диктофона на стол, вот, уважаемый, слушайте. Ну, ладно, сказал, сказал. На самом деле, вот, с ним было интересно, с ним было интересно, и так как он, скажем так, неофит, он же, в принципе, вот этот период от аграрного, там, начальника аграрного цеха до вершины областной власти прошел очень быстро. Вот, и у него, им было интересно все. И отношение к СМИ у него было удивительное, ему нравилось работать с журналистом. Дмитрий Борисович, вот смотрите, какая ситуация. Вы сказали про, значит, аэропорт насыпной на острове. Соответственно, мы можем вспомнить, что было у нас аэропорт, соответственно, стадион в Глебовичево-Мавраге у нас был, что там, метро у нас было в Саратовской. Или вот какая-нибудь из этих идей реально была близка к осуществлению, что называется? Ну, понимаете, наверное, из-за этой доброй сотни идей реализована была, пожалуй, идея музея на горе, музей боевого слава. Вот, и почти была реализована идея зоопарка. Там же, там клетки остались, вот если дальше пройти, мимо музея техники, за трамвай туда-сюда, вот уже начинается дикий парк. Вот, а справа и слева, если приглядеться, за кустами какие-то странные железные сооружения. Это был зоопарк. В туда редко так выходит просто. Да, я как-то прошелся, и потом он навел справки, выяснил, в чем он наделал. Да, многие идеи не были реализованы, да? Но, понимаете, он их выдвигал, возможно, он загорался быстро, быстро газ, да? Да, это храм всех религий и так далее, еще там какие-то великие памятники на горе, там же, на которые будет видно из соседних областей. Но все это он выдвигал очень живо, да? Вот я смотрю на идеи нынешней власти, может быть, да? Мало чем отличается от предложения ИДФ. Вот, но они все это так как-то делают унылой и созвериной серьезности. И, во-вторых, он был готов к дискуссии, да? Если у нас сейчас что-то выдвигается, то все хором восхищаются, да? Вот, это самый хрестоматийный уже пример казино на Зеленом острове и прочее. Вот, и потом с той же себе хором хранят молчание, говорят, что, какое казино, ничего этого не было, о чем вы говорите, да? А он все это вот с легкостью фонтанировал этим идеями. И, как бы, уже народ понимал, что ему просто вот понравилось, что это не то, что предложение серьезное, это мысли вслух были. Мысли вслуха, идеи вслуха, и с ним можно было спорить. Он сам предлагал. На критику он как реагировал? Получается, если ему высказали, рассказали какой-нибудь плохой, что-то будет потом этому человеку? По-разному, опять же, степень плохого и, опять же, тот период. Первый период, он за свое правление, он был готов спорить. Он был готов спорить, он обижался, краснел там лицом, мог посопеть так обиженно. Потом мог пакнуть рукой и сказать, да слушай, правильно ты говоришь. Вот второй период, да, уже половину второго срока, который он руководил, которому не дали довести до конца. Или дали, дали, да. Вот он уже не терпел критики. Это уже люди понимали и не лезли к ним. Там как нужно иметь в виду, что кардинальным образом изменилась команда. Вот, и если на первом этапе его окружали такие креативные, в общем-то, люди, как Александр Мирошин, Марон, Шувалов. Это действительно были такие же люди, им тоже было интересно. То окружение второго периода, по большей части, в очень скором времени иллюстрировало известную поговорку. Предать это значит вовремя предвидеть. По-моему, так. Вот смотрите, Лондон, Шинчух, Наумов, все же были там и вице-губернаторами, и вице-премьерами. И тут же моментально ушли на другую сторону, да, в противоборстве Аяцкого и Володина. И стали его злейшими врагами. По сути, Володин же тоже из... Ну, Володин, да, но там уже тот случай, когда Аяцкого каким-то зверинным чутем увидел рядом с собой сильного политика и конкурента, и поспешил от него избавиться. Я думаю, что он надеялся, что господин Володин, как бы уйдя в Москву, забудет Саратского. После этого не произошло. И многие беды последующие Аяцкого, они как раз от этого произошли. Вообще, вот давайте я, чем вот так вот в общем рассуждать, расскажу одну забавную историю, я и люблю. Значит, апрель, сев и одновременно пост. Аяцкого набрал вертолет журналистов, мы летим. Маршрут уточного нет, он говорит, смотри, съесть, садимся. Перед этим Сережа Христолюбов, его помощник, принимает у него часы и надевает ему на руку другие с портфельчиком. Нормально, тоже часы, но не те, что были. Садимся, дефолист в пашню, примеряет там что-то, рукой или еще. Говорит, ну нормально, все, мужик, ты пахал, он подходит. Да, говорит, я, на. Дает ему часы с руки. Тут по дороге пылит, значит, Волга и за ней москвичок-пирожок. Местное начальство узнало, прилетело. Прилетели, раскладывают, медфёд, что-то-то-то, вы, наверное, с дороги раскладываете стол. Вот типично там колбаса, селёк, водка. Выглядел, что я это делаю, говорит, ребят, вы Бог-то веруете. А как же, уже пора было. Как же веруем? Так сейчас пост. И замолкает. Типа вот так это раз, покрутили головами, посопили, ну, пост, пост, убрали стол. Обратный пирожок. Мы понимаем, что спектакль не окончен. Постоял немного ещё, говорит, так, вы веруете, судя по всему, но плохо. Вы, что, говорит, не знаете, что в пост путешествующие, страдающие, воюющие, болящие имеют право. Мы как раз путешествуем. Заминка у районных начальников. Ну, так что? Доставать. Да доставать, вон, компания со мной большая, не будет Бога и не верит. Пусть выпью за год. Всё. Вот он в этом был, он артист ещё был, кроме всего прочего. А последующие, господа, ну, ни в коей мере не артисты. Они, ну, ипатов своя какая-то, ипостась, человек отстранённого от областных дел на возможное расстояние. Ну, а Валерий Васильевич, он, в общем-то, как-то, сколько я с него видел его, так, издалека и вблизи, он, в общем-то, очень унылый человек, мне кажется. Хотя, один раз я видел... Он традиционирует счастье. Счастье, да. Он нам говорил. День рождения как раз. Что-нибудь припомнить? Я уж не хочу напоминать ни про какие книжечки с фотографией. Слухи, про книжечки я тоже могу объяснить, вспомнить. Вот, день рождения, на моей памяти, дважды, вот, всё, что было, просто уезжал в Черны и приказывал, чтобы туда никто не приближался. Вот, да, ехали чиновники, несли, складывали подарки в приёмной его, но вот к нему, он с друзьями там с несколькими уехал туда, чтобы никого не было. Вот то, что вы имеете в виду, это, скажем так, Дмитрий Фёдорович немного считал себя, наверное, а может быть, даже не приходило в это сравнение с Петром Первым. И он устраивал некие ассамблеи, это обычно было на Новый год, числа 30-го, вот, обязательно под чё бы снимался какой-нибудь большой зал, ресторан там, один раз правительство было дважды, по-моему, вот, за Синым. Обязательно подчёркивать, что здесь собралась элита области, причём было довольно демократично, кроме обычного круга бюрократов, вот, ну, были достаточно много гостей со стороны, там, и руководители промышленной, и художественной, и культурной, вот. Вот это вот да, это если на выезде, если в правительстве круг был лужи. Ну, понятно. Вот, спустя некоторое время по какой-то невидимой, незримой команде круг ещё сужался, появлялись, извините, певички и танцорки задорных танцев, и вот уже тогда, в ходе этих процессов, проводились знаменитые фотосессии, которые потом стали предметом. Для некоторых судебных заседаний. Да, стали, так сказать, изучены были всеми интересующимися, один из самых ярких персонажей этих вечеринок, Александр Соломонович Ландо, долго и успешно, хочу сказать, судился с теми людьми, которые это публиковали, что уж оно, проверки, я не знаю, то есть заявил, что это не он на фотографии. Ну, там много такого. Нет, он требовал оставить его в покое, потому что моя личная жизнь, как хочу, так и хожу. Нет, ну, там много было такого. Были, например, костюмированные представления высшими лицами на национальную тему. Кто-то представлял из себя украинцев, кто-то еврейский диаспорт, тот же самый Ландой, по-моему, Морон, кто-то Кавказский, да, достаточно утрированно, с наклеенными, мы сами в большой кепке. То есть веселились, как могли. Кстати, я хочу заметить, что вот сегодня у нас 10 ноября, уже больше года, как вы каждый раз, когда у нас в студию приходите, упоминаете Ланду. Как вы как-то говорили, что наступит время, и вы, конечно, перестанете его. Я буду его вспоминать, скажем так. Ну, кто же знает, 10 ноября. И давайте последний вопрос про Аяцкого. Для меня, например, осталась загадка. Чисто политически он кто? Он не либерал, он не патриот, не социал-демократ. Знаете, Александр, я тоже часто задумывался, на самом деле кто он. Я думаю, он по политическим взглядам своим, если вот сбросить шелуху современных слов, он где-то сродни ребятам из Тамбовской губернии, которые под флагом атамана Антонова боролись за свое крестьянское счастье. Он кулак по натуре. Он крестьянский лидер. Если бы была крестьянская партия, действительно, настоящая, реально, вот ему бы там самое было место. Вот здесь, да, вот там он, хоть он здесь изобретал небоскребы, музеи и все прочее, он по натуре крестьянин, он мужик сельский. Вот. И вот ему это все понятно и близко. Я говорю, реально, если бы создавалась настоящая аграрная партия, вот лучшего для нее руководителя, чем Аяцкого, трудно было бы найти. Кстати, считаете, он может вернуться в политику так, чтобы... Или он там уже просто как бы... Ну, в наше время вряд ли. Я думаю, лично он бы не возражал, сил он полон. И вот последний раз мы так подробно видели селетом в Болтае. Он там очаровал нынешнее поколение журналистов рассказом о районе. Чья где была усадьба, кто что выращивал в начале 20 века. Все это он знает, и я полагаю, что немножко, может, прифантазировал. Но на самом деле в основе все. И он вот любит землю, любит свой район. Вот там вот с людьми этими. Тогда бы он был, наверное, фигурой большего масштаба, чем просто губернатор. Ну, хорошо. Я думаю, что не раз еще обсудим что-нибудь интересное от Дмитрия Федоровича. Да и его можно пригласить, если мне откажется. Он приходил. Я знаю. Ну что, давайте теперь к газете недели. Ну, давайте. Что-то интереснее, как всегда. Про Ландо писали, скажите честно. Про Ландо? Не помню. Нет, нет. Нет, тот самый, конечно, материал такой взрывной. Бомба, туда-сюда. Это письмо генерального директора инвестиционного холдинга энергетический союз. Аркадия Истафьева, товарища Радаева. Ну, письмо это уже сейчас тут всячески трепет в интернетах и так далее. Вот, и я стал тоже неким образом, если не жертву, то участником этого процесса. Потому что полдня, отвечая на телефонные звонки, вы что уже начали? Я спрашиваю, что мы начали? Предвыборную кампанию. Я говорю, ребят, какая предвыборная кампания может быть в наше время, в нашем месте? До выборов 11 месяцев примерно, 10, да? А уже три кандидата из четырех депутатов даже в Госдуму уже известны. О чем вы? Здесь написано то, что написано. Вот здесь написано то, что в Саратовской области очень трудно работать, даже если у тебя есть желание. А также написано о том, что очень много слов говорится о том, как надо работать и жить. Вот, и при этом ничего для этого не делается. Но у нас все толкуется с политической точки зрения. Ну, они просто, видимо, люди, которые вам сегодня позвонили, они привыкли, что все, что они делают, наверное, они делают для чего? Да, у нас для чего-то, у нас все политика, 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 тем более эти выборы. Кстати, я никогда не помню, чтобы почти за год вдруг такая заботчинность наступила выборами. Ну, понимаете, вот Тина, которая была, да, ее немножечко размешалось. Ну, да, сейчас взбаламутился, получилось, как в романе Писемского, взбаламученный море. Кстати, о политике наш сам редактор и политический обозреватель Елена Макертичева тоже рассуждает. Она, наверное, рассуждает о том, кому будет доверено формировать городскую думу. Вы-то наивно думаете, что городскую думу формирует избиратель. Ну, я-то уже в теме. А, да, мы уже в теме. Я-то уже в теме. И вот как бы два варианта. Это с активным участием Олега Васильевича Гриченко, которым, кстати, прочит место в Госдуме. И, соответственно, мы получим 35 единороссов заводского района, связанных, корнями, трех послушных коммунистов, двух непослушных депутатов, это Марков, Комаров, ну, должны быть они. И еще одного незаметного СССР. Вы знаете, что у нас в городской думе есть член Справедливой России? Слушайте. Да, есть. Фамилию Овечкин, по-моему. Вот. Этого никто не стал. И это я выяснил не до сегодня днем, когда мне звонил один правительственный чиновник, который как раз там отслеживает политические процессы. Вот он тоже прежде всего говорил, вы уже начали, да, вы мощно начали, но и так далее. Потом перешли на городу. Но, к счастью, вот, может быть, к счастью для саратовцев, он сказал, что невозможен вариант, то, что главой города может стать нынешний вице-губернатор Денис Фадеев. Ну, и то хорошо. И то хорошо, потому что вместо городской думы мы сейчас имели молодежный парламент, и там Розенштейн, Маргарита, это новый любимый персонаж мой. Я не слежу за... В 23 года уверен с трибуны говорить примерно так. От имени молодежи Саратовской области я требую... Оно требовало прекратить интернет-комментарий. Ну, давайте, да. Вот. Экономические у нас, как всегда, сильно экономические наши полосы, они все транспортные. Вот. А Дина Болгова, она пытается проанализировать вот то повышение цен на городской транспорт, который случится с 15 ноября. Да? Значит, маршрутки 18 рублей вместо 17. И до 2 рубля государственный транспорт, да, с 15 до 17. И выясняется, что этот гениальный ход не приносит пользы никому ровным счетом. То есть, проблема транспорта рублевое повышение не решит. Это копейки. Транспортники настаивают на 23-25 рублях. Ну, да, да, да. Вот. Репутацию правительства, которое правительство настояло на снижении, на снижении повышения, наверное, на минимальном повышении, это тоже не спасет. Потому что даже отдавая лишние 2 рубля, пенсионеры все равно их проклянут. Еще в каждой маршрутке наклеивают бумажку, постановлением. Да, да, да. В общем, получается так, что что-то сделали, а пользы от этого нет никому. Потому что, опять же, возвращаясь к верховной власти на решительные шаги, они не способны, потому что боятся социального возмущения. И в то же время крах городской системы транспорта, их, видно, пугает меньше. И поэтому вот это вот чуть-чуть шаг, как говорил Владимир Ильич Лейн, шаг вперед, два назад. Я, кстати, слышал по поводу транспорта интересную точку зрения. По-моему, Денис Жапкин, если не ошибаюсь, говорил о том, что автобусы можно и приподнять на пару рублей, но при этом либо так же оставить, либо даже на рубалек электротранспорт подешевить. И тогда народ, в общем, с целью экономии пойдет туда и понесет просто деньги. Ну, знаете, мне никак не удается задать вопрос. Часто езжу по городу, днем гоняет двойной вагон трамвайный. У нас что, на это не тратится электричество, не происходит амортизация подвижного состава, ничего? Или что это так сложно перецепить? Возможно, двойной, да, он нужен в час пик, утром. Но весь день гоняется. Ну, может быть, там все-таки есть внутренние резервы, на это все надеются. Там же вроде начальство меняется, кто знает, может придумать. Да, вряд ли. Другая наша транспортная статья, журналист Роман Дрякин, написал о том, что, опять же, с 15 ноября в Российской Федерации вводится система Платона, это система оплаты больших грузами, более 12 тонн, с каждого километра с этих ребят будут брать 3 рубля 0,6 копейки. Роман внимательно изучил проблему. Вот первая часть проблемы. Производить весь этот сбор денег, сбор денег, которые якобы пойдут на улучшение наших дорог, будет некой организацией под названием РТ-инвест транспортной системы. Вот этот РТ-инвест уже получил 27 миллиардов на оборудование. Какое ему оборудование? Оборудование – это контроль за большегрузами. Рамки должны стоять и так далее. 27 миллиардов. Более того, ежегодный РТ-инвест будет получать 10 с чем-то миллиардов на свое функционирование. Предполагается, что он деньги будет отдавать, а ему будут платить 10 миллиардов. Уже хорошо. Хорошо. Кто счастливец? Фирма была до недавнего времени государственная, стала частной. Кто счастливец? Счастливец – это молодой человек по имени Игорь, по фамилии Ротенберг. Ротенберг Игорь Аркадьевич. Почему? У меня всегда возникает вопрос в связи с этой ситуацией, в связи с другой. Но если у Игоря Аркадьевича Ротенберга возникли трудности с наличными мелкими деньгами, почему не мучить больше никого и просто не дать ему 10 миллиардов и пусть он оставит всех в покое? Однако, значит, система в рамке, потом также еще будет система специальной отслеживания через сайт, приложение через смартфон и так далее. Но до Саратовской области новации пока не дошли. С 15 ноября должно все начаться. Рамок у нас нет ни единый. Значит, сайт, где можно получить эти карты специальности и прочее, еще не работает. Штрафы за нарушение непонятно, кому взимать, потому что ГИБДД заявляет, что это не входит в их обязанности. Ну, конечно. Однако в самом, значит, пресс-службе этой организации и системы Платона уверяют, что все будет замечательно. Так вы же сейчас сами ответили на свой вопрос. Ну, может быть, ему просто дать денег, и он уйдет, вот ему дали, и что там будет? Вот. Может быть, уйдет? В ситуации специалисты в области внутренних перевозок, несколько человек, одновременно уверены наши журналисты, что в этой области 96% дальнобойщиков работают нелегально. Они не платят налоги. Они предпочитают ГИБДД и прочим дорожным инспекциям осёгивать из кабины. И, естественно, к новой системе они отнесутся ровно так же. И вот опять возникает вопрос, почему просто не дать Игорю Аркадьевичу денег и не мучить никого? Я говорю, по сути, так и произошло. По сути, так и произошло, но зачем эти декорации? Меня этот вопрос всё время волнует. Зачем эти декорации? Красивее так. Ну, возможно. Вот. Также наши экономические журналисты изучают, как скоро наш фермер многострадальный получит компенсацию за засуху. Выясняется, что ещё не скоро. Ну, вот, уже всё залило. Да, да, да. И попутно вот опросили, Дина Болгова опросила аграрных руководителей за ООЖ. И они нас обрадовали. Я буквально процитирую. Первые дожди у нас пошли в начале ноября. В следующем году мы опять останемся без озимых. Это глава сельхозуправления Новоузенского района. Вот такая вот, может быть, и невесёлая картина. Ну, усилий-весилий. А стоит ли? Кто же знает. Вот. И ещё одна очень интересная история. Это история о том, как несчастный фермер в Красноармейском районе создали кредитный кооператив. Брали там маленькие деньги, платили. Кредитный кооператив, естественно, давал не из своих, а занимал на другом кооперативе. И сейчас начальник кооператива оказался одновременно не очень сведущим человеком, это очень мягко сказано. И немножко чересчур ловким на руку, проворным. А господа фермеры оказались, и пусть они меня простят за это слово, но несколько лохами. Потому что договор, который вы подписываете, надо всё-таки читать. И в результате кооператив Красноармейский попал на деньги перед Саратовским кооперативом. Красноармейские фермеры попали на деньги перед тем кооперативом и перед этим. И, в общем-то, ребята собираются в большей части своей банкротице, свертывают своё хозяйство. Ну, в общем, не весело всё. Вот на этой фразе, наверное, нужно заканчивать. Потому что не весело всё, можно было просто сесть сегодня и сказать, не весело всё. Александр, ну вы сами меня попросили. Нет, ну про Аятку было весело. Да, рассказать подробности. А потом как-то так. Продолжается у нас засилие в эфире сотрудников газет недели. Дмитрий Борисович Козенко, главный редактор, сейчас у нас студию покинет. А мы будем смотреть Романа Дрякина и «Порядок слов». Романа Дрякина и «Порядок».